братцы я приветствую всех и каждого и так калибровка батареи на tesla model y long range долгое время это было нам невозможно только на стандарт рейнджи а вот эти kfc и lfp или как их называют в общем на long range нельзя сейчас вышло обновление о чем сегодня видео 25.8 и здесь добавился у нас пункта что вы теперь можете выполнить тест состояния батареи то есть определить ее деградацию какие у меня были данные доступные когда я покупал машину было здесь 528 километров запас хода при 100 процентов и спустя почти 25 тысяч километров и год с копеечкой у меня теперь 501 на канале моего товарища вадима вадим привет тебе он классно разобрал эту тему даже не пытаюсь это дело как-то имитировать я в этом не разбираюсь но знают точно то что вот эта процедура калибровки адаптации она помогает все вот эти батареечки зарядить максимально до 100 чтобы в какой-то не было батарейки не до заряда и в общем балансируется все становится четко и даже деградация немного замедляется поэтому какие у нас здесь требования к данной процедуре появилась в разделе программного обеспечения вот здесь вот в разделе сервис состояние батареи вот он режим можете поставить на паузу почитать здесь тесла уже сразу же сходу говорит что все у тебя хорошо спасибо и можно вот так вот сделать здесь указаны условия то что во время проверки батарея будет разряжена до 10 процентов потом до 100 потом туда-сюда в общем начинайте свой тест как здесь указано ниже 20 процентов заряда и мощность должна быть как минимум 5 киловатт то есть если у вас как здесь указано зарядное устройство tesla вал коннектор или mobile коннектор на mobile коннектор который стоит 200 евро и раньше его клали в комплект это не более трех с половиной киловатт эта зарядка вам может дать от 220 вольт розетки поэтому вам нужен переходник такой синий она индустриальный разъем там он может выдать вам до 7 килова обычной зарядкой вы это не сделаете в домашних условиях на суперчарджере тоже нет то есть здесь вам нужна трех фаска которые не по оплате или прочее в общем вот меня на работе чип прислонил ток пошел в любой момент я могу либо tesla зарядку остановить и в любой момент tesla может ее сама возобновить или я через приложение какие показатели хочу зафиксировать прежде всего это запас хода у меня здесь был 501 при 100 процентов также у меня стоит приложение nhenge которое фиксирует деградацию батареи сейчас у меня она показывает 467 деградация исходит она из того что машина потратила 6 1021 с половиной киловатт за все время при этом 4 почти 4 400 на 10 зарядил и почти 1900 на эйси мы фиксируем сейчас вот это значение запоминаем его 467 и после калибровки батареи от tesla оригинальным способом посмотрим изменится ли эта цифра здесь в энхэнши сейчас у меня 9 процентов 44 градуса температуры батареи я так думаю то что 40 градусов мы приедем и посмотрим результаты на следующий день через мобильное приложение tesla мы будем отслеживать весь этот процесс желательно машину вообще не трогать оставить ее не лазить в нее пускай она сама занимается своими делами и будем раз в один час раз в несколько часов заглядывать и делать скриншот сейчас у нас запустилась самая обычная зарядка мы сделаем вот так нажмем вот эту кнопку начинаем осталось 18 часов батарея разряжается уровень заряда батареи 9 можно отменить в любой момент давайте посмотрим что показывает наше мобильное приложение tesla мы видим теперь здесь статус battery heal test discharging сейчас идет причем обратите внимание я приехал на девяти процентах и заранее предподогрел батарею чтобы она нет не тратила времени на разогрева поэтому пускай разряжается прогнозирует 18 посмотрим будем делать скриншоты каждый час фиксируем время следующий скриншот мы сделаем 1800 и дальше каждый час будем плюс-минус делать скриншоты итак ребята рабочая смена подошла к концу как мы видим за полтора года владения tesla и пробег ее сейчас составляет почти 24 тысячи километров скоро будет деградация составляет всего лишь три процента при этом этот тесла model y long range и также с пакетом boost acceleration заряжаюсь я в основном на 50 киловаттах иногда на 3 фаски 11 киловатт вот на которой я сейчас сделал процедуру калибровки и также зарядки автомобиля я считаю это вообще незначительно очень хороший результат ожидал на самом деле гораздо больше где-то слышал то что за год машина может 10 процентов потерять но как мы видим потеряла на 3 процента по заявлением теслы и по данным энхенша это 434 процента то есть на 1.34 больше но я вам сейчас специально показал зарядное устройство на стене который находится сколько она передала электроэнергии безусловно есть некоторое количество потерь по пути но я думаю все эти потери они измеряются не в киловаттах измеряются там буквально 100 ватт может потерялась 200 окей 300 это замечательно 97 процентов 3 процента за один год и 4 почти месяца владения этим автомобилем с вами был канал теста пират владимир до новых встреч